Лучшее в стране Очень-очень И мы ждали пока Вика Варечку родит Пока появится какое-то окошко В насыщенном очень гастрольном графике Вот наконец это чудо случилось и произошло Но пользуюсь случаем Вик Поздравлю Саша Я никого не родил А я хочу спросить У вас же теперь потрясающая команда Такая подрастающая Во-первых там Мари, Майя, Таисия И Варвара Теперь Виктория Очень скоро Я так понимаю, что уже можно будет В общем даже задуматься о каком-то таком Не дуэте, а трио Возможно девичьям не пар Пока еще не думали Там знаешь в чем проблема? Проблема в том, что старшей моей уже 18 Ей уже ничего не интересно Так, она уже сама знает Куда ей двигаться дальше И вообще уже все Вик, ну а что касается Вари Ты бы хотел, чтобы она в последующем стала известной артисткой? Я не уверена Не то, чтобы я этого не хочу Но мы будем смотреть Какие таланты будут у ребенка Пока что она очень тяготеет к танцам Но я не могу сказать, что я мечтаю, чтобы она стала балериной Потому что это очень тяжелый труд Любой труд тяжелый Ну если заниматься этим, да, всей души Саша, открой нам секрет Скажи, вот Виктория до рождения в Варечке И сейчас, как участница дуэта, не пара Скажи, это два разных человека Абсолютно Абсолютно? Небо и земля? Да Что изменилось? Ну и она стала хотеть ходить домой, скажем так А до этого не выгонишь со сына? До этого у нее желания не было вообще ходить домой Сейчас она любит ходить домой Я думаю, даже бегать, учитывая, что доченька еще маленькая, совсем года нет Виктория, ну а ты сама чувствуешь, как в тебе песни как-то по-другому поются Ну конечно, вообще все идет переосмысление И совершенно другие ценности в жизни, конечно же Песня «Половинка», которая только что у нас прозвучала На наш самостоятельный клип мы посмотрели Она была записана до появления Варьи или уже после? Честно говоря, не припомню Сами так вспомните? Вика была в положении В положении, да Причем так уже, кузик это было видно Ну она умница, она же вообще, по-моему, на три месяца всего лишь проживала свою туристическую кастрольную деятельность А хотя нет, дорогая моя, Варь уже была Была? Да Это мы записывали клип на песне «Не плачь» Да, а вот «Не плачь» ты была уже как раз тогда в Авере Да, а «Половинки» это было уже в моей студии, это было недавно, это было полтора года Вика Меньше года надо Так, наконец-то сейчас хоть все ребята сами знают Меньше года Какие-то биографические данные Вика, ты выступала практически до последнего Да, да Ну тяжело же, наверное, уже было, скажи Тяжело было мне Ну тяжело было Это я понимаю тоже Поэтому в туры мы не ездили, где вот эта долгая дорога, тряска и так далее, это было все равно страшновато, а просто концерты я пела Ну, молодец, ты невероятно умница, вообще настоящий пример для многих девушек Дуэт «Не пара», друзья, гастролируют непрерывнейшим образом, я вот только заглянула на официальный сайт «Дуэта не пара» и практически нет ни одного свободного дня, за редким исключением Ну, если возьмем ноябрь, там их нет, вообще нет Это поехали Омск, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Тагил, Курган, Челябинск, Нижний Новгород, Зеленодольск Друзья, в общем, заходите, знакомьтесь внимательно сами, самостоятельно на сайте «Дуэта не пара» и уж если, конечно, будут ребята в вашем городе, непременно сходите С какой программой вы сейчас катаетесь по городам и весе? Мы катаемся с программой, мы взяли из 15 лет совместной работы лучшее, что есть Кстати, у вас же в этом году именно юбилей 15 лет, какие молодцы! Итак, вы взяли лучшие композиции, на ваш взгляд? Лучшие композиции и немного изменили аранжировки, немного сделали, так скажем, немного изменили связки между песнями То есть, концертная программа сейчас звучит более целостно И поскольку в коллективе у нас сейчас не только обычные музыканты, но еще и продюсеры внутри коллектива Это как это, Саша? У нас наш барабанщик, который играет в нашем коллективе, Анри Гум, он является еще и продюсером Вот, он иногда делает аранжировки для одни пары Понятно То есть, это очень круто, когда в коллективе есть люди, которые разбираются в музыке изнутри Вот, и... Вика, ты же не будешь с этим спорить? Наконец-то! Наконец-то! Она сидит и думает, что бы встать? Так вот, сейчас мы звучим как никогда, очень, как никогда круто Настолько все прям... Вика там... Вика прекрасна! Александр тоже! Ну, я так! Уникален! У нас в программе новые песни, безусловно, но мы не забываем свои старые хиты Потому что слушатели все равно хотят слышать то, что они знают, любят Я знаю, что вас никогда не отпустят, пока вы не споете «Другая причина» И я вас никуда тоже не отпущу, пока мы... Ну, она в самом, скажем так, почти в центре программы, это «Другая причина» И вокруг нее стоят такие песни, где человек-зритель никогда не ожидает, что сейчас прозвучит именно эта песня То есть ничего не предвещает какого-то такого момента И тут раз... И тут прямо сейчас другая причина Да Дуэт «Не пара» программы «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ» Оставайтесь с нами Дуэт «Не пара», друзья, программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ» И другая причина, вот одна из тех самых песен, когда мы узнали о существовании дуэта «Не пара» И, конечно, там гадали, думали «Ах, вместе не вместе», «Ах, любят не любят», «Ах, живут не живут вместе» Ну, со временем как-то эти слухи развеялись, в общем, все стало на свои места, все понятно Иногда до сих пор эти слухи всплывают периодически Да какие-то скучающие журналисты, которым надо как-то привлечь к себе внимание Понятно, что вы к этому не имеете никакого отношения Вика, Саша, 15 лет дуэту уже в этом году Да Не вычитаем и не считаем тот период недолгий, когда вы распадались Потом опять сходили, да, какая кому разница это все Есть вот эти 15 лет, это тоже частичка, в общем-то, да, вашей жизни такой творческой Вот как вам кажется, тогда дуэт «Не пара» и сейчас, спустя 15 лет Это абсолютно два разных коллектива Это дуэт сегодняшний, это уже сильнее, мощнее В чем принципиальная разница? Ведь все-таки 15 лет это колоссальный опыт, это внутренние какие-то такие личные 15 лет это только дуэт, это же не все то время, когда мы стали теми, кто стал внутри самого дуэта То есть по факту я занимаюсь музыкой 40 лет 44-х что-то Так Ну Вика чуть меньше Ну да, поменьше Ну конечно же тоже я начала заниматься не в «Не паре» Ну да, у тебя был театр У меня был театр И первоначально, конечно, я хотела идти по театральной стезе Но вот так вот судьба повернулась Ну а ты, кстати, рада тому, как перевернула судьба? Ну сложно сказать, я рада тому, что я имею, да, я рада, что так все сложилось Но никто же не знает, как бы могло сложиться еще по-другому Ну да, так можно так предполагать, гадать, как-то предполагать По-другому не могло, потому что сложилось именно так, другого нет в жизни Нет другого Только одна реальность, если реалисты Только одна реальность и только одна Вика Саша, за столько лет даже, когда вы распадались, ты никогда не подумывал о том, что Вот сейчас прям при Вике скажи, что кто-то может занять ее место Для нас, для поклонников очевидно, что никто бы не смог это сделать Нет, но Вика искала мне замену Вика искала тебе замену Я искала мне замену Я не искал Вики замену, я просто делал свою историю А Викуля искала мне замену, это я знаю Вик, ну как хорошо, что... Ну не совсем это так было, но я думаю, что не стоит пока об этом говорить вообще. Замену я не искала, это был бы совершенно другой проект, да, это была бы не пара. Ну да, да, разумеется. Но, возможно, мне было бы легче тандемом делать какой-то проект, чем одной. Ну мы вот сейчас как раз немножко, получается, затронули эту тему, что ты как сольный артист существуешь так же, да, в нету, это не пара. Как раз когда вы расходились, у тебя была возможность головой окунуться в эту сольную деятельность, и ты признавался в интервью не раз, что, в общем, нахлебался, и в хорошем, и не очень смысле, познал все это прям на себе. Ну да, но сейчас... Ну а все к лучшему, ты сейчас, в общем, умело, это как-то, да, параллельно продолжаешь. Да, и это мне не мешает. Но это бы мне мешало, если бы я не сделал паузу. Так что все к лучшему, да, есть замечательные слова. Друзья, Дэд, не пара, мы продолжим общаться с нашими гостями, и сразу же после того, как прервемся, оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Продолжается программа, у нас в гостях сегодня дуэт не пара. Виктория Толушинская, Александр Шоу. Кстати, вы не заметили, как я подпрыгнул, когда увидел красную лампочку возле себя? Красная! А о чем это говорит, Саша? О том, что я прям готов... Готов отвечать? Звоните меня вопросами, говорит Саша. Ребята, я очень хорошо помню, что когда вы появились, и вы сами не раз рассказывали об этом в интервью, что вас не могли причислить к какому-то формату, ну и, в общем-то, сразу вас куда-то записали туда для тех, кому за 30, для тех, кто постарше, постарше туда и никак не к молодежи. Хотя, конечно же, полюбили вас все сразу, и те, кому уже там чуть старше пяти и так далее. Вот я хотела спросить про ваши сегодняшние концерты, когда вы ездите по городам, вы смотрите в зрительный зал. Там преимущественно какой возраст? На самом деле причислил нас один журналист, а дальше уже пошло по накатанной... Вот увидеть бы его хотя бы, как он выглядит хотя бы. Когда собирали такое резюме, что такое есть дуэт Нибара, залезали в интернет, видели там вот эту статью и продолжали дальше вот... И все из уст в уста друг друга передавали. Ну, на самом деле, наша музыка мало предназначена для ног, скажем так, для ног. Соответственно, она не предназначена по факту для танцполов. Она подходит для спокойного прослушивания, иногда даже потопывания ногами. Хотя, когда мы работаем в клубе... Ну, да, ну... Танцуют люди. Я слушала, да, Вика в интервью признавалась, что он как раз больше любит, когда эта история в клубе происходит. Когда люди могут подвигаться, да, встать как-то... Нет, я не люблю клубы, не моя вообще история. Я люблю, когда зрители сидят... Нарядные, красивые, и с букетовик цветов. Когда зрители сидят, когда у меня есть возможность с ними говорить, когда один и тот же человек сидит на одном и том же месте, когда нету движения. Когда ты можешь поймать глаза человека и петь для него... Ну, ваши поклонники, они повзрослели. Они повзрослели. Знаете, вот сейчас, Саш, мы ездили по Прибалтике, и поскольку там вообще сейчас с молодежью огромная проблема, ее там по факту нет. А где она вся? В России? Она... Нет. Она вся за пределами Прибалтики. Она в странах, образно говоря, Шенгенского договора или где-то еще, там, в Британии, там, еще где-то. То есть в Прибалтике сейчас, там, там кризис с работой, из-за этого молодежь не остается на месте. Может, не принято об этом говорить, но, тем не менее, это так. И на концертах взрослые люди. Реально прям взрослые люди. Которые прекрасно понимают, о чем вы поете, о чем вы хотите сказать. Наверное, в этом есть плюс какой-то. Потому что там приходят думающие люди, которые умеют мыслить, которые не болтают, пока мы поем. Ну, Вика, например, рассказывала, что ей все равно пишут молодые какие-то девчонки, так же продолжают писать. Я думаю, что да, это же тоже продолжается. Так что совершенно разная публика. На самом деле, там и подростки приходят. Ну, мне никто не пишет. И люди с детьми приходят. Понятно, что детям это не особенно нужно. Но совершенно разная публика. Ну, и радуют, конечно, глаза вот эти самые внимательные. Потому что Саша, что Вика всегда говорила, что нужно в зале найти обязательно те самые слышащие глаза, правильные глаза. Конечно. К сожалению, я могу только первые два ряда и сказать. Дальше не вижу уже. Я вижу и слышу весь зал. Какие это глаза? Вот объясните мне. Вот эти слушающие глаза. А остальные, что глаза, когда они смотрят в потолок в этот момент или что? Нет, я вижу и слышу весь зал, по сути. То есть мне не мешает ничего. Некоторые, например, смотрят через телефон. Ага, весь концерт. Тут уже контакта с глазами никак не получится. Да, это малоконтактные люди. Но, тем не менее, большинство пока еще думает так, как думаем мы. То есть сидя прямо и, образно говоря, смотря, глядя прямо перед собой. Не через... То есть, ведь все сегодня блогеры сегодня пишут и портят резюме артиста буквально за секунду. Пишет человек, который не имеет отношения к журналистике вообще никакого. Это обычный блогер. По сути, штукатур в области написания. То есть он не знает, как строится что-то. Он готов это измазать чем угодно. Да, у него есть платформа, у него есть читатели. Да, у него есть какая-то площадка, где он там разминается в своих словесных и письменных экзерсисах. И при этом же понимает, что чем ярче он напишет, тем больше будет лайков. Пишет хэштег, ну надо же здесь еще и аншлаг. То есть такой... Я подсыпаю. То есть не пара. Дальше хэштег, ну надо же придумать такое. Ну надо же здесь еще и аншлаг. Ну как вот, как с тобой говорить? А как вот, а как? Только не реагировать, мне кажется, абсолютно не реагировать. Ну скажи спасибо, но ты же здесь сидишь тоже. Конечно, конечно. И если аншлаг, значит, это тоже о чем-то говорить. Ну да, ты же тоже в зале. Это музыка, которая любимая. Да, ну вот так как-то. Вик, что касается подарков, которые вам дарят, там, ну помимо цветов, с появлением Варвары, скажи. Появились ли какие-то среди подарков детские штучки, игрушки необходимые, там, не знаю, соски, пустышки? Да? Нет, просто я не знаю, сейчас мы посмотрим на большом дуре, что произойдет. Так у тебя есть возможность сказать, что нужно? Нужно варечки, чтобы тогда они... Ну да, слава богу, все есть. Верните маму домой. Вот что нужно варить. Да, точно. Верните маму домой. А мягкие игрушки мне, в принципе, и раньше дарили, и сейчас продолжают дарить, да? Вот, так что мало что изменилось. Я думаю, у Вари будет большой выбор из вообще всех предметов, которые подарили Вике, потому что она коллекционирует все это. Да что-то, у тебя прям музей есть такой, да? Ну, не то, что музей, конечно. Ну, за 15 лет набралось, конечно. Там пыли сборников столько, чтобы... Ну, я вот знаю, что во всяком случае кроватку для Варвары подарил Александр. Да. Я подарил, да. Очень красиво, да, есть и прекрасные видео в интернете, это похвалит. Серьезно? Друзья, мы прервемся, недодолго. Дуэт «Непара» у нас сегодня в гостях, и прямо сейчас мы с вами послушаем, конечно, одну из также самых любимейших наших с вами песен. Вместе с клипом «Бог тебя выдумал». Друзья, дуэт «Непара» у нас сегодня в гостях Виктория Толышинская и Александр Шоу. Мы смотрим, слушаем клипы и песни любимых артистов. И, кстати, буквально через несколько минуточек мы посмотрим вашу одну новую работу «Не плачь», абсолютно свежая. Она, по-моему, появилась только весной этого года на просторах интернета, а записана была «Когда Вика ждала Варю». Причем уже месяцев восемь уже, как ждала Варю. Это вот была сделана эта запись. Саша, это было принципиальное решение, чтобы не ждать, не знаю, появления ребенка на свете, чтобы не оттягивать? Мы прекрасно понимали, что будет трех-четырехмесячная пауза. Так. И перед тем, как уйти в эту паузу, скажем так, нам нужно было заполнить пространство. Ах, как продовались все, да. Это была такая командная стратегия. Чем-то свежим, новым. Стратегия именно. А потом это все вылилось в вопросы. Почему ты поешь эту песню один на концертах, когда Вика тоже там что-то говорит? Да, да. Ну, в общем... Что ты рассказывал, Саша? Я говорил, слушай, ну я пел эту песню сначала один и давай... Ну, это, да, это коллективное решение было, потому что это неправильно, изначально это была Сашина сольная песня, и он ее несколько лет уже пел на концертах один. Аня, мы ее не записывали, а потом... И вдруг потом у меня появилась с каким-то там, да, монологом. Куприетом. Да, да, и я тоже была за, чтобы Саша ее продолжал петь. Тем более, что ты очень успешно в это время ходишь в кремерную. Я переодеваюсь, и это очень замечательный момент. Что касается нарядов, Вика, ты признавалась неоднократно, что их помогает тебе, сделала твоя мама. Но, во всяком случае, она или придумывает, или даже порой и шьет собственными руками. На сегодняшний день, я думаю, что ее уже, наверное, не до этого, вот с появлением Вари, скажи, или все-таки она умудряется еще и пуговицу пришить, и здесь ребенку кормить. Ну, скажем так, пока что сильно новых каких-то костюмов сценических у меня не появилось. А, ну, потому что ты, видишь, хорошо форму сохранила, и ты можешь спокойно себе позволить вместиться, Саша. Как раз я не сохранила форму, еще надо к ней прийти, к старой форме, поэтому с новыми костюмами не торопимся. Поближе микрофончик, пожалуйста, говори. Но я знаю, что на тебя очень хорошо в этом смысле влияют гастроли как раз. Гастроли на меня замечательно влияют. Это она влияет на гастроли, а не гастроли влияют. Я очень хорошо прихожу в форму на гастроли. Вика может повлиять на гастроли даже. То есть, представляете себе, это не гастроли на нее влияют. Это уникальное, это просто уникальная история какая-то, да. Саша всегда говорит, что в вашем дуэте, Вик, ты абсолютно исполнительскую часть занимаешь, да, целиком, полностью. А Александр, он, значит, такой руководитель и поэт-композитор, выбирает песни. Я вообще самый несчастный человек в дуэте, я хочу сказать. Как? Самый несчастный в дуэте? Прозвучало признание. Потому что, нет, ну дуэт имеется в виду, это же два человека спереди. А сколько там... Команды целые, конечно. А сколько на сцене людей, сколько людей трудится для того, чтобы все это происходило, только мыслящий человек будет думать об этом. Так вот, я хочу сказать, что очень сложно, очень сложно подбирать каждому участнику коллектива, их у нас 11 человек, не считая Вики, каждому подбирать какой-то подход, выбирать время, когда можно задать какой-то тот или иной вопрос. То есть все живые люди и все в процессе работы, особенно длинных туров, все нервничают, все хотят домой. Но благодаря удачному общению, которое у нас существует, мы все с удовольствием выходим на сцену и с удовольствием с нее сходим, когда шоу заканчивается. Вот, хочу сказать, что на мне сейчас лежит огромная ответственность, Икуля. Вот в отличие от тебя... Эти даже слова, я так понимаю, больше Вики отрисованы, чем всем нам, друзья. Вот, ну-ка ты послушаешь, да. Ну-ка ты послушай. Так вот, в отличие от Вики, я занимаюсь еще и внутри коллектива, скажем так, являюсь неким балансиром, что очень важно для каждого коллектива быть неким, скажем так, гироскопом, который уравнивает шторм внутри. Ну, а что касается песен, Саша, вот ты знаешь четко, вот эту песню сейчас берем в работу дальше, ты сообщаешь коллективу и Вике, да, Вику берешь за работу? Нет, мы решаем вместе с нашим продюсером, каждую песню у нас идет разбор полетов, мы принимаем совместное решение. Берем или не берем, или откладываем подальше, да? Очень много было песен, которые мы не взяли в свое время. По чьей вине, Саша, ты честно сейчас скажешь. Никакой вины нет, слава богу, что мы не взяли эти песни, потому что есть песни, которые соответствуют времени, но не соответствуют нам. Да, просто они нам не подходили. Они нам не подходят, и все. Есть очень много красивых песен у людей, они не менее красивы в исполнении других людей, но с нами они не будут тем материалом, который нам необходим. Друзья, ну у вас сейчас есть возможность прекрасно понять, почувствовать, вот не плачь, подходит или не подходит? Да, давайте послушаем, да. Как трудно тебя любить, ты так от меня далека, как трудно мне позабыть твой голос родной и близкий. Уйти, не сказав пока, минуты сложить в года, быть самым далеким и самым близким. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой, я хочу тебя обнять и к груди своей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь, прошу, верни мою любовь. Как трудно тебя понять, ты так от меня далека. Моей любви не унять, уже не останови меня. Хочу я твой нежный взгляд, скорее вернуть назад, но рядом со мною чужие лица. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой, я хочу тебя обнять и к груди своей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь, прошу, верни, верни. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой, я хочу тебя обнять. И к груди своей прижать, верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь, прошу, верни мою любовь. Как трудно тебя любить, я так от тебя далека. Как трудно мне позабыть твой голос, родной и близкий. Дуэтный пар, друзья. Программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна ФМ». Мы продолжаем общаться. Виктория Толышинская и Александр Шоу у нас в гостях. Привет. Спасибо вам большое, очень красивая работа, очень трогательная. Нет, 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 мы еще продолжаем говорить. Вот, кстати, во время озвучения песни и трансляции клипа мы узнали, что... И Саша и Вика, в общем, очень часто в свои клипы приглашают дублеров. Да. Ну, если вот мне хочется, мне узнать, где ты или там в постели с кем-то. Ну, не часто, но несколько случаев было, да. Ну, это было единственный раз. Нет, а, кстати, вот в этом клипе оказалось тоже, Вика, говорит, здесь рука не моя опять. А, ну, у меня был дублер здесь. Точнее, это не дублер, это вообще отдельный персонаж, который ездит на мотоцикле. Но все почему-то думают, что это я. А потому что все знают, что ты ездишь на мотоцикле, гоняешься с огромной скоростью. Кстати, ты до сих пор это себе позволяешь? Уже не гоняю. Я вот так езжу, как пенсионер. Это сколько километров в час пенсионеры ездят сейчас? По городу ездят 80 пенсионеров. 80, отлично, нормально, абсолютно. Быстрее мы не ездим. Нельзя быстрее ездить. Вика, а это увлечение, Саша, оно на тебя никоим образом не передавалось? Тебе... Нет. Мне никогда не хотелось этого экстрима, скорость. Ни одной вибрации я от нее не слышал. Мне никогда не хотелось даже до беременности, а уж сейчас тем более. Я не могу себе этого позволить. Но это, по-моему, у тебя было увлечение сноубордом или что ли, да, чем-то таким? Это горные лыжи, водные лыжи. Но, скажем так, я никогда там не спускалась с каких-то... Опасных там. Очень, да, экстремальных гор и так далее. Единственное, что у меня было, и то сейчас это не заставит меня никто сделать, если только под дулом пистолета. У меня пять прыжков с парашютом. Я вообще являюсь для нее чем-то таким, чем она будет потом детей пугать. Пока Варя не говорит, но скоро... Я в 17 лет прыгнула пять раз с парашютом. Пока это молодец. Больше не прыгнула. С первого раза она не поняла, что это опасно. Да, я вот как раз и хотела спросить, почему именно пять? Ну, просто я была в такой компании, которые увлекались этим делом. И мне хотелось тоже показать, что я такая крутая и не боюсь. Я не получила удовольствия, но у меня не было такой фобии, как сейчас на высоту. Сейчас бы ты уже ни за что? Нет. Я закрывала глаза, выпадала, потом тихонечко открывала. И уже на земле. Слава богу, все обошлось. Однако есть одно хобби, увлечение такое, которое вас объединяет. Это приготовление пищи, блюда. Вика, это какая-то ерунда. Вика не страдает этим совсем. Это какая-то ошибка, да. Вика не любит это вообще. Ну, не то, что я не люблю. Она любит есть. Она любит есть. Она любит есть. Она любит в программе и делает это прекрасно. Да, я вас спрашиваю. Претрасающе, почему я сделаю. А ты посмотри передачи. Да я видел эту передачу. Я эти передачи смотрю каждый раз, когда ты... Ладно. Вика, давай расскажем, Саша. Давай мы откроем ему просто правду наконец. Пусть он узнает. Что Вика любит готовить. Просто не часто получается это. Ну, я не могу сказать, что я прям люблю, да. Я просто это делаю не так, чтобы шедеврально. Да, я вот могу там розбив с чесноком запечь. В принципе-то, ну, практически любой это сможет сделать, да. Ну, все-таки по-разному получится. После двух раз получается всегда стабильно. В общем, да. У каждого человека своя рука, и это нормально. Ну, супруг твой вот больше что любит в твоем исполнении? Какое блюдо у него есть любимое? Он любит тишину. Розбив любит. Да, потом мы часто очень делаем на гриле, на улице мы делаем мясо с кровью, овощи на гриле тоже. Вот такие вещи мы любим. Саша посмотрел на тебя сейчас совсем другими глазами. Или ты просто проголодался? Это не сложно готовить, это все легко. Не, я представил просто, как долго все это происходит. Да нет, не особо. Так как мы едим мясо с кровью. Раз, два, тарелку. Саша, ну а что касается, хорошо, твоих блюд, твое блюдо, которое ты вот прям крайнее, последнее, что ты приготовил? Я сегодня помогал супруге варить суп из домашней курицы. Что ты делал? Чистил картошку или щипал курицу? Нет, курица была уже готова к приготовлению. Я следил за тем, чтобы она правильно кипела. Руководил приготовлением? Нет, ни в коем случае. Руководит она, когда мы для ребенка готовили, поэтому там я вообще не котируюсь. А потому что я готовлю перченую, острую такую еду, которая вызывает эмоции у взрослого человека, но никак не подходит для маленького. Ну мы сейчас вызовем эмоции у взрослых людей. Кстати, если маленькие будут папа-соседство, я думаю, что тоже у них будут самые хорошие эмоции. Уберите детей от телевизора. Да это не пара, плачь и смотри. И слушай, конечно. Друзья, осмотрите внимательно на афиши в своем городе. Зайдите обязательно на официальный сайт Дуэта Непара, потому что там гастрольный график, но, как пояснилось, далеко еще не полный. Есть некоторые города, которые не указаны, поэтому смотрите на афишах, следите за соцсетями Александра и Виктории. Саша, ну расскажи нам, где в ближайшие дни вас ждут. Так, я читаю, я читаю. Я читаю, я тебе читаю. Так, значит, 25 октября Владимир, 26 октября Ковров. 2 ноября Омск, 3 ноября Ишим, далее Ирбит, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Тагил, Курган, Челябинск, Снежинск, далее. 17 ноября Нижний Новгород, Зеленодольск, Можга, Ижевск, Воткинск, Пермь, Березняки, Каменск-Уральский, Трехгорный, город Сим, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгодонск. Дальше не буду читать, потому что не имеет уже смысла. В общем, друзья, это все было на октябрь и ноябрь. Это большая радость и счастье, конечно, для ваших поклонников, которые ждут вас с нетерпением. Ну а вам силушка, хотя любимое дело, я знаю, что вы это очень сильно любите, тем более 15 лет любите это дело, ну, Саша, 40 лет, вот. Да, все ничего. В общем, такая история, Саша, расскажи, если можно каратенечко, мало времени осталось, охота и фотография по-прежнему являются твоими увлечениями? Да, я как-то так вот увлекаться стал все больше и больше, видимо, я старею, я не знаю. Надо перейти на фото охоты. Как сказал один мой товарищ, мне в последнее время стал нравиться джаз и малолетние девушки, я говорю, ты стареешь, человек, ты стареешь. То же самое происходит и со мной, я стал любить охоту и... Ну, малолетние девушки пока нет еще. Нет, я люблю жену и у меня как-то это все так спокойно проходит. Ну, это прекрасно, конечно, да. Ну, Вика, я все понимаю, что там дочка, наверное, в аре и... Скажи, чем порадовала... И некогда заниматься фотографией. Чем тебе порадовала дочь в последние денечки вот эти вот в Украине? Вчера, сегодня очень новенькая. Ну, она каждый день у нее что-то новое, она ходит уже, очень хорошо ходит за руку, заодно придерживаясь, прям даже не за руку, вот за палец. Потому что немножко страх еще присутствует. Ну, все слова у нас такие, как мама, папа, баба и так далее. Да, уже давно? В лексиконе? Да, уже говорит, да. Да, рисунок же. Уже там показывает, различает картинки разные, показывает, что она звонит, алло, алло. То есть это уже прям жизнь такая. Если ты включаешь музыку, сразу у нее такие движения странные. Танцуют под песни дуэта не пара? Ну, не обязательно. Они не ставят эти глупости детям, они просто, они хотят хорошего воспитания. Вик, на кого похожи, скажи, на тебя или на супруга? Пока непонятно. Да, на Вику она похожа. Ну, не на Сашу, это точно, мы уже поняли. Не-не-не, она похожа на Вику. Она такая же темненькая. Я не знаю, мне сложно сказать. Пока что волосики, кстати, светлые. Но глаза, по-моему, все-таки, да, мои. Ну, естественно. А, кстати, а разве... В Кланде? Друзья. Нет, но совсем в детстве было светловато. А, это другое дело, да? Вы невероятно замечательные. Вы очень искренне светлые. И самое главное, вы очень любимые многими-многими в нашей стране. Спасибо вам огромное. Дайте нам еще 15 минут, и мы вас удивим. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Мы вас будем обязательно ждать в нашу программу «Концертный зал». Хочется послушать вас здесь. Так и сделаем. Обязательно будем ходить на ваши концерты. Продолжайте радовать нас еще 15, потом еще 15, потом еще два раза по 15, но еще раза три, потом по 15. В общем, много-много лет искренне вам желаем. Спасибо. Если хотите, у вас есть возможность сейчас пригласить всех на свои концерты, может быть, как-то что-то пообещать им. Ничего никому обещать не буду. Я могу сказать, что все, что вы услышите на выступлении, будет уникальным, потому что каждый день, каждое выступление у нас отличается от другого выступления, извините за каламбур, потому что все сыграны живьем, где-то меняется аранжировка, она может измениться один раз, и больше никогда в этой аранжировке вы эти произведения не услышите. Поэтому приходите, слушайте, получайте какое-то наслаждение или не очень. Поделитесь с нами в соцсетях и поблагодарите страну ФМ за то, что сегодня дали нам возможность выговориться хоть на какое-то короткое время. Единственное, что мы можем обещать нашим слушателям, это то, что мы приложим все наши усилия, чтобы концерт был интересный, качественный, и, конечно же, ждем всех и приглашаем. Вика постарается, она обещала. Спасибо вам большое, очень любим вас. До дня пара, друзья. Виктория Толышинская, Александр Шоу, будем ждать вас еще. Лучшие в стране.